Подозреваемого в убийстве пятилетней таджикской девочки Хувайды Тиллазады отправят на повторную медэкспертизу, заявила спутник Таджикистан адвокат Ольга Устюжина. Она считает, что происходит попытка освобождения преступника от уголовной ответственности путем признания его невменяемым. На днях Александра Семина перевели обратно в СИЗО из института имени Сербского. Предполагается, что в ближайшее время мужчину заново отправят в психиатрическую больницу. Завтра будет рассматриваться вопрос о продлении срока ареста обвиняемого и отправке его на повторную экспертизу. Видимо, будет еще одна экспертиза, так как Семин пытается выдать себя за невменяемого. О результатах первой экспертизы мы пока ничего не знаем, пояснил адвокат. Он притворяется. Его поступки после убийства говорят, что он вполне разумный человек. В тот день он скрыл убийство. Соседям сообщил, что не видел ее, пытался уничтожать улики, вынес ее из квартиры и хотел закопать. Все эти действия говорят о том, что он вменяем, говорит Ольга Устюжина. 18 октября Серпуховский городской суд продлил срока ареста на два месяца из-за повторной медэкспертизы. Напомним, что на данный момент родители убитой таджикской девочки находятся в Серпухове с целью не дать убийце и насильнику Александру Семину избежать наказания. Чуть раньше мы с Ольгой были у следователя. Не перестанем продолжать свои действия. До сих пор нам звонят люди и помогают, сказал отец девочки Абдусалом Саидов. Напомним, пятилетняя Хувайдо Тиллозада пропала 22 июля с детской площадки в Серпухове. Она была убита с жестокостью. Ее тело было обнаружено 23 июля, недалеко от железнодорожной станции. По подозрению в совершении убийства и изнасиловании был задержан 28-летний местный житель Александр Семин. Он жил в одном доме с семьей погибшей. В его квартире были найдены следы обуви девочки и отпечатки ее пальцев. Мужчина был отправлен в СИЗО. С 22 августа он находится в институте имени Сербского для проведения медицинской экспертизы о вменяемости. Не было такого, чтобы он как-то психически нормальный был. Он понимает, в чем дело. И еще надлеет. На его глаза можно было посмотреть, можно было увидеть, как он себя видел.